здравствуйте с вами координационный центр меня зовут георгий георгиевский и мы продолжаем серию видеоинтервью приуроченных 20-летию координационного центра сегодня нас гостях стас рачинский привет стас в первые годы существования координационного центра работал ответственным секретарем координационного центра и в принципе приложила огромные усилия к созданию самой организации и упорядочению ее первой деятельности мы с тобой достаточно давно знакомы мне кажется это еще со времен офис по началось твой приход в доменную отрасль я наверное сейчас не могу вспомнить что было раньше мой приход в координационную группу или мое общение с офис офис это открытый форум интернет сервис провайдеров это все было как-то довольно одновременно возник интерес к доменам и тогда домены были одной из очень существенных частей деятельности интернет провайдеров может быть даже сопоставимые по важности с каналами связи вот как это ни странно и я как-то вот влился в это общение вот со многими людьми я был знаком достаточно давно потому что мой не был связан участвовал экспериментах по создать по появлению интернета в россии еще сам самого начала вот и вот такая вот история ты упомянул институт которым то работал как он назывался это институт точной механики и учительной техники имени лебедева вот я там был в те годы уже зам директора по экономике по экономическим правовым вопросам вот самый институт интернета на самом деле отношения не имел вот и конечно вступление института в координационную группу это был классический способ удовлетворения личного любопытства за счет государства формально в координационную группу входили уже не люди а организации вот и мой институт до подал подал заявку на вступление в кг которая была одобрена и я был представителем институтов кг и на самом деле я был единственным человеком институте которые темой интернета вот ну не то что единственным конечно нас были люди собственно которые контактировали со всеми с курчатником с темосом и так далее вот но на уровне официальной деятельности института вот никакой связи с интернетом не было это было мое личное мой личный интерес моя личная инициатива а я не ошибаюсь если в те в те годы при это мвт существовал московский спарк центр какое-то твое отношение к этому объединению вообще энтузиастов было но спарк центр это не объединение энтузиастов это было было вот я даже был течение какого-то времени одним из учредителей спарк центра но уже к к моменту говоря моего концу двухтысячных годов спарк центр решил с институтом отношения разорвать он выехал на отдельные площади и я в тот момент вот свою долю отдал нынешнему его директору тима ты был одним из членов координационной группы что тебе интересного такого может быть вспоминается любопытного забавного просто про скучное многие говорят а ты попробуй про забавное вспомнить я на самом деле в координационную группу попал достаточно поздно вот это был уже извлёт ее существование как отдельного самостоятельного органа вот и наверное уже я попал как раз тот момент когда основные дискуссии шли вокруг пути реорганизации деятельности координационной группы в вне что в то что потом превратилась в координационную центр а какие были пути реорганизации можешь вспомнить если честно я исходно был сторонником того чтобы вообще не создавать новую сущность вот и я считал что в принципе есть в юриспруденции понятие коллегиальных органов вот это что координационная группа не является юридическим лицом с моей точки зрения ее существование в общем-то не очень-то и мешало вот но накладывались внешние обстоятельства в тот момент государственные органы в очередной раз загорелись идеей что доменную отрасль нужно отрегулировать вот и росни и роз потребовалось тот момент все-таки получить какую-то дополнительную линию защиты и росни и роз был одним из основных инициаторов создания вот новый вид нового юридического лица отдельной структуры под названием в которой в итоге получил название координационный центр не секрет что большинство первых документов там регламентов уставы прочего написаны фактически твоей рукой они обсуждались потом всем сообществом но в принципе большую большую кусок технической работы по созданию документов выполнял ты вот как ты оцениваешь свой вклад были ли какие-то вещи с тобой что бы ты переделал сейчас и глядя в прошлое ну да действительно большинство документов эпохи создания к ц написал я это просто просто это фактически было связано с тем что в ту пору юридическим вопросом доменных имел вообще занимался очень мало людей вот а им одновременно заниматься организационной и юридической работой то есть рассматривать эту юридическую работу как часть организационного усилия вот вообще наверное было про было кроме меня просто и некому то есть здесь нет какой-то моей особой заслуги просто так получилось вот из-за конкретной конфигурации людей документами в общем и целом я доволен более того в последующем если если честно следующие документы координационного центра которые появились уже после моего ухода у меня не всегда вызывали удовлетворение мне там виделись определенные недостатки и стилистические и так далее вот но может быть это просто было связано с тем что к ц свое время переживал уже после моего ухода период резкого роста расширения своих функций и полномочий и так далее и все это привело к тому что документу нужно было быстро написать быстро много новых документов в тот момент стартовала опытная зона были первые несколько регистраторов доменов выстраивалась система распределенная система регистрации доменов чтобы было больше компаний обслуживающих простых пользователей она завершилась где-то в 2004 2005 годах и появились новые компании которые аккредитовались уже просто обычные хостинг провайдеры или вообще в принципе любые желающие а скажи пожалуйста вот какое тебе было тогда впечатление от компании которые стали фактически независимыми регистраторами нас насколько это вносило диссонанс в сложившуюся систему регистрации конечно же это было крайне неприятно потому что вместо роста не роса который осознавался высокий общественный долг вот хотя конечно он стремился зарабатывать деньги тем менее у него были понятия общественного долга и вообще всего того что есть вокруг любой государственной организации до реализации государственной части появились люди которые честно пришли в доменную отражу зарабатывать деньги и это было конечно дискомфортно до приходилось вместо правил которые описывают бизнес-процесс приходилось придумывать правила которые их ограничивают и заставляют идти по строго допустимому коридору правильного поведения но в итоге на самом деле получилось хорошо потому что как бы мы не говорили о том что вот вместо осознания общественного долга пришли коммерсанты которые там только деньги зарабатывают вот они зарабатывают деньги и борются конкурируют между собой имеясь наилучшим образом обслужить пользователя вот и это то что реально система коммерческой регистрации системы конкурентной регистрации она система независимых регистраторов дала обеспечила вот и это глобально это безусловно большое преимущество там я не знаю насколько важно то та деятельность которая ведет скажем сейчас координационный центр просто занимает популяризации домена вот потому что на доме на это инфраструктура и все те люди которым нужны домена они придут за доменами вот и я не знаю насколько важно рекламировать что он не может зарегистрировать домен не только рудно и рф и так далее вот но то что результате сейчас появилась система поля на котором есть огромная количество независимых регистраторов которые стремятся обслужить пользователей которые конкурируют между собой качество ценой качество чем угодно работать пользователями вот это очень важно и это безусловно идет на пользу российскому интернету за то время которое ты работал в координационном центре можешь ли ты вспомнить какие-то значимые для тебя личные эпизоды работы или там какой-то может быть каких-то общественных событий которые происходили которые для тебя до сих пор являются памятными и важными это было очень странный период начальный период координационного центра было очень странный с одной стороны с момента создания координационного центра в общем что для росни и роса основная задача была выполнена он выстроил линию защиты вот и по большому счету росни и роса больше ничего было не нужно потому что его вполне устраивало то обстоятельство что он работает как работал и если дополнительная линия защита внешних воздействий под названием координационный центр поэтому передача полномочий от росни и роса которые изначально был регистратурой в координационный центр происходило с очень большим скрипом ростни и рос привык к тому что он решает в общем все самостоятельно вот ему хотелось в общем-то особо ничего в отношении не менять вот и отнимать полномочий его росни и роса приходилось буквально на следа их отнимать вот и даже маша степанова которая в общем-то была личной креатурой алексея павловича вот она это вот со временем стала тоже воспринимать эту тему достаточно болезненно понимая даже без настойчивых усилий страны координационного центра ситуация будет оставаться такой вот между стульев достаточно долго вот изменения случились уже после моего ухода они были просто связаны с тем что на каком-то очередном аудите который проходил росни и рос вот аудиторы сказали что вообще что-то совершенно ненормально когда агент забирает там 90 процентов вознаграждения вот а тот формальная сторона договора получает всего 10 процентов на него точно разгадали не буду вот и как-то вот мнение аудитор показала очень большое воздействие на ситуации вот она стала меняться достаточно интенсивно и резко но это было уже после того как мы с машей вышли уже на следующем этапе и в общем то вот вся история которая у меня была эта история это написание согласования документов со всеми старо заинтересованными сторонами это было непросто вот и тени толкаешься с раз нейросам за распределение полномочий чтобы ты сейчас хотел изменить вообще в том что в кц меня огорчает то что из организации многополюсной уставка цен первый он на самом деле был очень интересен тем что в нем не было единого центра силы единого источника власти вот был совет который работал с топ краном были комитеты первый комитет который создался из координационной группы комитет регистраторов которые были независимыми источниками принятия решений и то что сейчас к ц превратился в ну стандартное юридическое лицо в общем тогда устроено по абсолютно стандартному устройство всех юридических лиц российской федерации вот это на мой взгляд уменьшают устойчивость уменьшает сбалансированность но сейчас конечно время такое может быть со временем когда-то что-то и поменяется но сейчас можно просто констатировать сейчас период такой что действует принцип вертикали вот всюду в том числе в координационном центре что для тебя вообще в принципе интернет это сеть сетей единая глобальная или вот здесь можно говорить о какой-то суверенизации отдельно рунете отдельно какой-то другой альтернативной днс системе нет конечно же для меня интернет глобален вот не существует существует российский домен но не существует никого российского сегмента интернет любая попытка сегментировать интернет по государственным границам приведет к тому что будет утрачено главное что есть в интернете он это его надежность это его высокосвязанность вот что интернет существует за счет того что он децентрализован могут быть более или менее централизованы отдельный аспект скажем доменные имена понятно они не могут жить без регистратуры вот но в целом интернет должен развиваться достаточно независимо свободно и вот все эти слова на счет российского сегмента мы в свое время не специально боролись на в те времена были достаточно хорошее отношение с медсвязи когда по медсвязи просто еще называлась нам присылали многие бумаги на рецензии согласования мы с машей всегда занимались тем что слово сегмент всегда российский вот всегда вычеркивали и предлагали какие-то альтернативы для всех там документов для всех текстов которые нам попадали из медсвязи были на согласование на предложение и так далее после того как ты закончил свою работу в координационном центре как штатный сотрудник ты в течение многих лет являешься председателем комиссии по спорным вопросам связанных с регистрацией доменов но чаще всего в эту комиссию обращаются регистраторы если они недовольны какими-то взаимоотношениями с координационным центром расскажи пожалуйста вот что для тебя означает вот эта работа фактически такого третийского судьи для меня это приятная возможность сохранить связь с отраслью с которой я по своей нынешней деятельности к сожалению практически не связан я сейчас переквалифицировался мое основное занятие это бизнес-консультирование вот и мне как раз среди в отрасли связи нет клиентов вот поэтому для меня просто это вот очень приятная и радостная возможность общения с теми людьми с которыми я провел значительную и далеко не худшую часть своей жизни стас многие знают тебя как человека с сайта клерк ру расскажи этот свой период жизни чем ты там занимался что это был вообще хобби энтузиазм или что клерк ру это огромный сайт вот сейчас сейчас него один из его дивидов самый большой сайт в мире о бухгалтерском учете в российской федерации это огромное сообщество бухгалтеров и поскольку я был в своем институте мы уже говорили директором не только правовым вопросом но и по экономическим вот то бухгалтерия для меня это опять таки составляла значительную часть моей профессиональной деятельности вот я туда пришел еще просто как с чисто бухгалтерским интересом вот и был одним из пользователей вот в какой-то момент выяснилось что опять поскольку привычкой вот я достаточно быстро стал там модератором и в какой-то момент перешел туда на работу в качестве директора по развитию бизнеса вот но я не могу сказать что это какая-то была специфическая работа это просто общая организация деятельности сайта начинает всего от разбор каких-то конфликтов сообществе и кончая претензиями прокуратуры которые на самом деле начались гораздо раньше чем сейчас об этом вот как бы вспоминается вот вот периодически возникали какие-то статьи про которые там на которые писали жалобы но в общем все все обычно любое большой контентный сайт всегда сталкивается с такого рода проблемами вот тем этим я занимался вот и до сих пор его люблю нежной любовью этот сайт а в какие бизнесы ты сейчас консультируешь у меня есть среди консультируемых есть веб-студии вот есть несколько скажем так промышленных компаний вот есть одна даже торговая что для меня вот скорее не характерный я в общем самой торговли я практически ничего не понимаю но вот моими слугами теперь значит уже понимаешь за прошедшие 20 лет наверняка у тебя менялась отношение к координационному центру что для тебя был координационный центр как сообщества в на старте его деятельности и что сейчас и что бы ты хотел пожелать координационному центру в последующем когда создавался координационный центр он создавался как средство балансировки интересов самых разных игроков которые связаны с доменом вот вот это самая многополярность в общем-то было способом обеспечить этот эту балансировку это согласование интересов при этом одновременно уделяли очень много внимания тому чтобы координационный центр не стал игроком самостоятельным интересом вот чтобы то есть полном мы с машей вместе работали над тем чтобы полномочия директора были в области профильной деятельности были минимальны вот чтобы именно чтобы вот координационный центр был именно средством взаимодействия других игроков но не самостоятельным игроком на этом сейчас мы как насколько я понимаю вот следствие разных процессов вот произошло вот централизация которые мы говорили и наверное он уже не является таким средством поиска баланса вот то есть фактически наверно фактически он выступает в роли по площадке для общения вот но вот уравновешивание интересов разных игроков является скорее доброй волей координационного центра чем следствием его нынешнего устройства это прекрасно пока всюду все хорошие люди которые готовы между собой договариваться но институты важнее поэтому мне кажется мне хочется пожелать координационного центра чтобы те организационные принципы которые были в нем изначально чтобы они все-таки в какой-то степени были и восстановлены в той степени в которой это возможно там с учетом изменившихся реалий спасибо стас с нами был станислав рачинский это координационный центр оставайтесь с нами смотрите наше видео интервью а пока пока